На границе с Арменией начала действовать еще одна воинская часть. После восстановления территориальной целостности Азербайджана на освобожденных землях продолжаются комплексные мероприятия для создания необходимой инфраструктуры пограничной охраны. За последние два месяца на освобожденных территориях были открыты 10 новых воинских частей. Подробности расскажет мой коллега Фуат Байрамов, который выходит с нами на прямую связь. Фуат, добрый вечер. Да, прошу. Какие у вас новости? Здравствуйте. Последние два дня были очень насыщенными. В рамках пресс-фура нам были продемонстрированы военные инфраструктуры на освобожденных территориях. Для пограничной службы строятся новые военные части и даже целые комплексы. Также мы посетили уже активно функционирующие военные части, где размещены пограничные службы Азербайджана в Зангеландском районе и Кубанинском районе. Как вы до этого отметили, до сегодняшнего дня на освобожденных территориях уже построены и сданы в эксплуатацию 10 воинских частей. Хотел бы отметить, что там для военнослужащих созданы все условия для комфортного проживания и повышения профессиональной квалификации. До конца текущего месяца, то есть до конца мая, также планируется сдать еще 6 воинских частей. Кстати, касаясь тренингов, для служащих пограничных войск Азербайджана это техничное дело. Особый упор делается на тренировке саперов. Это очень важный аспект, так как большое количество саперов позволит быстрее обезвлечить десятки тысяч квадратных километров минных полей в Карабахе. В рамках тресс-тура нам также были продемонстрированы тренировки, направленные на повышение навыков вождения бронированной техники. Важным аспектом является то, что в тренировках использовалась также и трофейная армянская техника, полученная азербайджанскими военнослужащими в рамках Второй Карабахской войны. Эльнара. Спасибо, Фуат. Я напоминаю, что на связи со студией был мой коллега Фуат Байрамов.